Всем привет! В этом видео я расскажу, почему стоит увидеть древний город Фаселис. Прямо над парковкой возвышается довольно неплохо сохранившийся акведук, что немного не вяжется с легендами, которые гласят, что земля для основания города была куплена за мешок рыбы. Фаселис был основан в 7 веке до нашей эры колонистами с острова Родос, как торговый город для того, чтобы доставлять лес, богатого деревьями тавров, другие средиземноморские гавани. После периода господствования персов город встретил Александра Македонского, видимо, как освободителя, вручив ему золотой венец, как и античный город Перге, о котором у меня на канале есть отдельное видео. В отличие от Фаселиса и Перге, легендарный античный город Термесес Александр Македонский не смог завоевать. Об этом также есть видео у меня на канале. По некоторым данным, Фаселис также служил пристанищем золотого саркофага Александра Македонского после его смерти на закате Римской империи. На восточном склоне Акрополя видны развалины двух храмов – храма Афины Паллады и храма боготорговли Гермеса. В храме Афины хранилось копье легендарного Ахиллеса. В 167 году до нашей эры после серии завоеваний Фаселис стал членом Ликийской лиги и в 42 году до нашей эры перешел в римское подданство на 300 лет. В 129 году город посетил римский император Адриан. Арка со сводом при входе на главную улицу была построена в его честь. Этот легендарный город пережил своих завоевателей – персов, таломеев и радостцев, но не смог противостоять натиску природы и развитию логистики. Сначала землетрясения, а потом рост торговой активности в портах Анталии и Алании привели к тому, что Фаселис в 13 веке потерял свое значение и был практически покинут жителями. Сегодня Фаселис представляет собой руины, относящиеся к римскому и византийскому периодам. Главная улица, соединяющая северную и южную гавань, и амфитеатр, построенный в 4 веке до нашей эры. Он сравнительно небольшой, его 20 рядов рассчитаны на 3000 человек. Амфитеатр представляет собой типичный образец театра эллинистического периода. Добраться до Фаселиса можно на авто. Как арендовать авто в Турции смотрите в отдельном видео у меня на канале. Также до Фаселиса добраться можно на такси или в рамках экскурсии. Их тысячи. Имейте в виду, что местные турки используют южную и северную гавани древнего Фаселиса как популярное место для пикника. Поэтому утром в выходной день на въезде может быть пробка. На парковке аншлаг, а возле моря совсем не молчаливые руины, как могло показаться на первый взгляд. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить подобное. И ставьте лайки, чтобы я знал, что стоит продолжать. Желаю вам интересного отдыха. До встречи!